Куда-нибудь. Действительно, множественная мелома за последние 20 лет – это просто случилось чудо в плане прогноза, перспектив выживаемости больных. Если в 80-х, 70-х годах средняя выживаемость, средняя медиана общей выживаемости больных, независимо от групп преска, была 3 года, 3,5, то сейчас, конечно, это выживаемость… А здесь есть фонарик? Вот это. То сейчас, конечно, выживаемость десятилетняя в группе стандартного риска достигает больше 60% больных. Если говорить о всех больных, то тоже медиана выживаемости приближается к 5-6 годам. Но все-таки проблемы все равно остаются, хочется все лучшего и лучшего, большего и большего, и множественная мелома все равно остается некурабельным заболеванием. Рецидив будет рано или поздно, или прогрессия. И наша задача – как можно дальше отодвинуть начало этого рецидива. И проблемы, которые связаны с некурабельностью множественной меломы, каким же образом отложить рецидив – это выбрать наиболее адекватную, самую лучшую терапию первой линии при диагностике множественной меломы. И не просто терапия первой линии всем подряд, а в зависимости от группы риска пациентов множественной меломы – это стандартный риск или высокий риск. Следующая проблема, которая действительно достаточно тяжела, – это лечение рецидивов и резистентности. Ну и третья важная и серьезная проблема, которая сохраняется и решается, пока так решается, но не очень успешно – это терапия больных с хронической почечной недостаточностью. И чтобы отодвинуть рецидив как можно дальше, на 5 лет, на 15, на 12, на 20, мы, конечно, должны достичь наиболее глубокого полного ответа. Наиболее глубокого ответа вы видите на этом знаменитый график, который показывает время до прогрессии у больных, которые получили минимальный ответ, и время до прогрессии, насколько оно становится длиннее у больных, у которых получена полная ремиссия, строгая полная ремиссия или молекулярный полный ответ. Поэтому наша цель – это, безусловно, получить наиболее глубокий ответ на фоне первой линии терапии. И здесь график, который уже с выживаемостью, демонстрирует все то же самое. Да, вот кривые выживаемости пациентов, у которых на первой линии получен полный ответ. Они гораздо выше, чем выживаемость пациентов других. И как и в 90-е годы, так и сейчас, на самом деле, первое, что мы должны решить, все это знают, понять, будем мы делать аутотрансплантацию в первой ремиссии или не будем. Алгоритм аутотрансплантации, веток кислотрансплантации, он не меняется уже 25 лет. В общем, достаточно одинаковая индукционная терапия, мобилизация, сама аутотрансплантация. Единственное, что добавилось в последние 3-4 года, это необходимость поддерживающей терапии новыми препаратами после аутотрансплантации. Ну, а не кандидата, мы потом несколько слов скажем. И, в принципе, конечно, несмотря на то, что появились эти новые препараты, да, сейчас их даже уже в России реально, это Билькейт, это Ревлимид, зарегистрирован, хотя пока за достаточно большие деньги по мелодомид, зарегистрирован калфилзамиб. Вот-вот зарегистрируется ЛТУМАП, ЛТУЗУМАП. Ну, на очереди там еще достаточно много хороших препаратов, которые показали свою эффективность. И возникают в некоторых исследованиях реплики, что если столько новых препаратов, и даже пациенты без трансплантации стали жить гораздо дольше, там 8, 10, 12 лет общая выживаемость пациентов, насколько нужна аутотрансплантация в качестве первой линии терапии. И было проведено достаточно много исследований, больше 4, которые сравнивали новые препараты в индукции, в поддержке, в консолидации, и с инкорпорированной аутотрансплантации, и без аутотрансплантации. И получены абсолютно однозначные всеми этими многоцентровыми исследованиями, рандомизированными, в пользу все-таки аутотрансплантации в качестве первой линии терапии. И она остается золотым стандартом до сих пор. Что будет дальше, когда, может быть, появятся чудо-препараты в 2020-2025 году, на первой линии терапии. И было проведено достаточно много исследований, больше 4, которые сравнивали новые препараты в индукции, в поддержке, в консолидации, и с инкорпорированной аутотрансплантацией, и без аутотрансплантации. И получены абсолютно однозначные всеми этими многоцентровыми исследованиями, рандомизированными, в пользу все-таки аутотрансплантации в качестве первой линии терапии. И она остается золотым стандартом до сих пор. Что будет дальше, когда, может быть, появятся чудо-препараты в 2020-2025 году? Ну, может быть, и нет. Но сейчас пока, да. В Европе это вообще считается стандартом и обсуждается в европейских странах. В США все больше и больше встает вопрос о, насколько ранние трансплантации делать в качестве первой линии терапии. После трех-четырех курсов или их немножко можно отложить, редкие заготовить, но саму трансплантацию сделать попозже, после шести курсов, семи. И тоже есть такая тенденция, такие мысли. Эти мысли, конечно, требуют еще дополнительных исследований, но те три исследования, или два, или три, не помню, извините, были проведены, показывают, что все-таки лучше не откладывать. Но от трансплантации во второй и более линии терапии, после одного рецидива, после второго, после третьего ауто, она вообще неэффективна, и смысла в этом нет, конечно, никакого. Ну и чтобы добиться этого ответа, мы должны все-таки подойти взвешенно к индукционной терапии, цель которой уменьшить опухолевую массу, перед аутотрансплантацией. Вы видите, что в мире достаточно большое количество режимов с новыми препаратами, которые используются в виде индукционной терапии. Чаще всего это ревлимид с дексаметазоном, это может быть вилькейт с дексаметазоном, или вилькейт-циклофосфан дексаметазона. Все остальное несколько меньше. Ну, этот слайд, который демонстрирует то же самое. Ну, и все-таки индукционную терапию надо тоже выбирать у пациентов в зависимости от группы риска. Достаточно знаменитая картинка Майоклиник, которая разделяет группы риска на три, их группа самого высокого риска, наверное, доктор Камиль это показывал, я не опоздала. Это больные с дилецией 17-й хромосомы и транслокацией 16-й хромосомы. Это группа высокого риска, для которых большие проблемы остаются до сих пор. Общая выживаемость этих больных, даже с аутотрансплантациями, даже с тандемтами аутотрансплантациями, медиана общей выживаемости не превышает 3-3,5 лет. То есть с этими больными мы пока не знаем, на самом деле, что делать. И тоже Майоклиник предлагает в зависимости от группы риска вот такой алгоритм. Для группы высокого риска трехкомпонентная химиотерапия, вилькейт, леноледомид, дексаметазон, 4 курса аутотрансплантации, поддерживающая терапия на фоне вилькейта. Для группы промежуточного риска тоже трехкомпонентная, но без леноледомида, вилькейт, скалфосфандексаметазон и тоже аутотрансплантация. А для группы стандартного риска, которая 60% больных, потому что на меломах все-таки это стандартный риск, там, возможно, и двухкомпонентный, и трехкомпонентный, или это революмид с малыми дозами дексаметазона, или вилькейт, скалфосфандексаметазон, и после четырех курсов тоже аутотрансплантация. Но вот в группе стандартного риска в принципе в Соединенных Штатах Америки допускается возможность отложенной аутотрансплантации. Но клетки надо все равно заготавливать после трех-четырех курсов. Дальше ее можно продолжить стандартную химиотерапию. Это у нас то же самое. Ну и вот ранние против поздних отложенные трансплантации большое рандомизированное исследование, которое сравнивало больных, у которых проводили индукционную терапию, забирали клетки. Причем индукционная терапия была трехкомпонентная. Это был линдомид, велькей, дексаметазон. И у части больных делали аутотрансплантацию, потом переходили на поддерживающую терапию. Часть больных продолжала стандартную терапию. И трансплантация делалась после восьми курсов, когда пациент уже был согласен по каким-то своим соображениям. Или в самом начале рецидива. И здесь показано, что лучшая кривая выживаемости, конечно, вот она, да, намного лучше у больных, у которых была сделана и аутотрансплантация, и эта аутотрансплантация была ранней по сравнению с нижней кривой, где аутотрансплантации совсем не было. Это, в общем-то, то же самое. Беспрогрессивная выживаемость у больных с ранней трансплантацией и общая выживаемость, которая тоже показывает эффективность. Ну и поддерживающая терапия после аутотрансплантации уже никем не обсуждается. Она абсолютно необходима. И, конечно, это или линолидомид, или на основе бортозамиба поддерживающей терапии. Это доказательство эффективности поддерживающей терапии. Это голландское исследование, которое показывает эффективность поддерживающей терапии, ну, в данном случае, бортозамибом 35% в среднем группе стандартного риска, группу высокого риска, 17, деляция 17-х хромосомы гораздо ниже, 26. И общая выживаемость, пока только трехлетняя, 84, в группе высокого риска с деляцией 17-х хромосомы, 69. Было проведено два больших исследования клинических, рандомизированных, которые оценивали эффективность линолидомида в качестве поддерживающей терапии. И тоже была показана эффективность линолидомида в качестве поддержки. Поэтому, в принципе, эти проблемы достаточно, ну, пока решены в настоящий момент. Больные, которые не являются кандидатами на трансплантацию, здесь нет каких-то таких жестких рекомендаций, как ввести. Но все равно это схемы на основе новых препаратов или линолидомида, или вилькейда. Рекомендовано проводить 8-9 курсов с оценкой ответа после 2-4 курсов, чтобы понимать, что ответ есть. Тогда продолжать до 8-9 курсов. И многие исследования все-таки говорят о необходимости и в группе больных, которые не получают аутотрансплантацию после 8-9 курсов планировать поддерживающую терапию. Такие мысли есть. И вот есть такой очень неплохой, совсем недавно опубликованный протокол и результаты. Это пациенты, которые по каким-то критериям не являлись кандидатами на трансплантацию. То есть это или очень больные люди, или это очень старые люди после 75 лет. И терапия достаточно жесткая. Курсы Леноледомид, Вилькей, Дексаметазон трехкомпонентные до 9 курсов. После 9 курсов, на чем мы обычно останавливаемся и через 1,5-2-2,5 года получаем прогрессию или рецидив, они проводят еще курсы консолидации 10, 11, 12, где уже исключается Дексаметазон, потому что все-таки больные старые кортикостероиды, на основе только Леноледомид и Вилькейт раз в неделю. И после этого, начиная с 16 курса, поддерживающая терапия только Леноледомидом. Это график, который доказывает действительно увеличение общей выживаемости резистентными множественными миеломами у больных, которые получают индукционную терапию новыми препаратами. Вопрос, как долго давать поддерживающую терапию, он еще до конца не решен, это тоже достаточно проблема. В Соединенных Штатах Америки если поддерживающая терапия Леноледомида до прогрессии, там и 5 лет, и 6, и 8 до прогрессии. В Европе это все-таки 2 года в основном. Во Франции даже, по-моему, 1 год. Ну и терапия рецидивов. Следующая проблема. Мы должны, чтобы понять, как мы будем адекватно лечить рецидив или прогрессию множественной миеломы, мы должны понять, какой это рецидив. Во-первых, это должен быть все-таки симптоматический рецидив. Скраб-синдромы, ой, Скраб-синдромы, то есть с анемией, с поражением костей, с пучной недостаточности, биохимические, или так называемые лабораторные рецидивы, мы все-таки не лечим. Мы их только наблюдаем. Иногда и полгода, и год, и полтора. И дальше этот симптоматический рецидив или прогрессию мы должны оценить, насколько он ранний. Это ранний рецидив, меньше, чем через 6 месяцев после окончания лечения, или это поздний рецидив, более чем год после терапии. Ну и терапия рецидивов, она, конечно, тоже не разработана, но в настоящее время все-таки это терапия на основе... Если у нас рецидив поздний, и больной был, фаза плата полученного ответа год, полтора, на первой линии терапии у нас был частичный ответ, очень хороший, АНВД полный, ремиссия, мы можем смело вернуться к той терапии, на которой первой линии. Если это был Вилькейд, то к Вилькейду. Если рецидив достаточно ранний, полгода, 8 месяцев, 4, или на фоне даже поддерживающей терапии, мы, конечно, должны поменять терапию. У нас пока не очень большие возможности, мы можем менять Вилькейд на ленолидомид, или ленолидомид на Вилькейд, что достаточно эффективно в обоих случаях. Ну, и сейчас, конечно, появляются новые препараты, которые некоторые еще не зарегистрированы, какие-то уже зарегистрированы. Это все-таки в комбинации это Элотумуап, это калфилзомиб, это помелодомид, который зарегистрирован. Очень хорошие результаты по поводу лечения рецидива получены на фоне Дератумумаба. Параральный протоосомный ингибитор экзониб тоже достаточно перспективные. И вот это доказательство, действительно эффективности этих схем у больных с резистентными множественными меломами. Например, это помелодомид и низкие дозы дексаметазона. Вы видите преимущество как в общей выживаемости, так и выживаемости до прогрессии. Эффективность схемы калфилзомиб, помелодомид и низкие дозы дексаметазона. Тоже больше трезистентные больные или рецидивы. Как правило, не первые рецидивы, а вторые и третьи. Больше, чем очень хороший частичный ответ у 27% пациентов. Это тоже очень хорошие результаты. Ну и выживаемость у больных калфилзомиб с помелодомидом и низкими дозами дексаметазона. Пациенты высокого риска или промежуточного риска 60% 9 месяцев выживаемость без прогрессии. Практически то же самое, что у пациентов стандартного риска. И общая выживаемость в группах высокого риска и в группах стандартного риска в принципе абсолютно одинаково на этой схеме. Латумумаб неправильно с линолидомидом и низкими дозами дексаметазона тоже показал свою эффективность. При добавлении латумумаба к линолидомиду и дексаметазону мы видим разницу в двухлетней беспрогрессивной выживаемости 41% по сравнению с 27% и дексаметазон. Следующий препарат это пароральный протосомный ингибитор иксозамиб, который тоже показывает ревлемид-дексаметазон, а здесь ревлемид-дексаметазон и этот новый протосомный ингибитор. Ну и конечно пока может быть это первые может быть это такая ажиотаж вокруг первых каких-то данных клинических исследований по поводу даратумумаба. Были взяты больные тяжело предлеченные больные, которые были резистентны ко всему и к велькейду ранние рецидивы, и к линолидомиду, и к калфизамибу, и к памилодомиду, то есть все, что можно было перебрать, уже было перебрено. И предположительная выживаемость жизни этой когорты пациентов обычно равнялась 5-8 месяцев, не больше. И даже монотерапия даратумумабом оказывает достаточно хорошие эффекты пациента. Ответ у 47% больных получается этот ответ. Да, он уже не годы, конечно, он не годы, но все-таки выживаемость пациентов увеличивается. Это новый препарат, который, честно говоря, мы еще не пробовали, только читаем в книжках, филонозип, новый ингибитор, тоже обещают, это первая и вторая фазы пока клинических исследований, которые тоже обещают большие перспективы, что через 2-3 года он все-таки будет доступен. Ну и последний слайд. Проблема больных с пораженными почками, с хронической почечной недостаточностью на момент диагностики. Чаще всего это кастовая нефропатия у половины процентов больных, 50 процентов. Есть и другие поводы, причины для возникновения почечной недостаточности, это метаболические нарушения и так далее. И вы тоже знаете, что есть больные, которые после 1-2 курсов индукционной терапии почечная недостаточность исчезает. Креатинин был 600, 2 курса и он уже абсолютно в норме. А есть больные с хронической почечной, когда он снижается на фоне индукционной терапии, но далеко-далеко не доходит до нормы. Это и есть больные с кастовой нефропатией. И, конечно, этих больных все равно необходимо лечить и лечить новыми препаратами. И препарат выбора для больных почечной недостаточностью это, конечно, Вилькейт. Потому что он не нефротоксичен, не требует редукции дозы, в отличие от ленолидомида. Поэтому мы всегда начинаем с Вилькейдом. Это или Вилькейт с дексаметазоном, или Вилькейт цикловосон дексаметазон. Рекомендую вам сочетание с липосомальным декторобицином. В принципе, абсолютно нефротоксичен от лидомид, но его нет в России. А ревлимид в качестве первой линии у больных почечной недостаточностью все-таки не стоит применять. В следствии необходимости редукции дозы по клиренсу креатинита. Вы видите, что, конечно, надо всегда основываться на клиренсе креатинина. Необходимы в принципе для всех больных, несмотря на испуги нефрологов без фосфоната, но при клиренсе креатинина меньше 30, они должны быть, но аккуратно, осторожно. И остальные препараты, такие как алфилзамиб, эксозатениб, помелодомид, в принципе, и ревлимид тоже возможны у этих пациентов в качестве второй линии терапии, третьей линии терапии, но с редукцией доз в зависимости от клиренса креатинина. И самое главное, что все-таки аутотрансплантация тоже возможна у пациентов с почной недостаточностью, даже у пациентов, которые находятся на диализе, просто должна быть оснащенная клиника и рекомендуется там редукция доз мелфавана все-таки. Спасибо за выдержку. Спасибо, Елена.